Друзья, всем привет! Меня зовут Артём, вы на канале 69 Хобби, и сегодня мы будем говорить о жимолости. Было очень много комментариев на тему «Расскажите, какие у вас сорта, чем отличаются». Вот решил сделать ролик на эту тему, тем более, что пришло время собирать урожай. Всего у меня 5 сортов, 6 кустов. Как известно, жимолость самая бесплодна, поэтому подбирал сорта, чтобы они опыляли друг друга, и по размеру плода. От 2 до 4 см у меня вся практически крупноплодная, в той или иной степени. Судьба моей жимолости достаточно сложная. Сначала я её высадил в самое солнечное место, плюс ещё были грунтовые воды высоко. В общем, год она сидела, вообще никак не росла, второй год она сидела, вообще никак не росла, и осенью, а жимолость сажается осенью, так как она очень рано просыпается весной, пересадил её в полутень. Здесь у меня в обед солнышка нет, утром и вечером солнышко. И жимолость расцвела, попёрла, начала плодоносить, наконец-то. Приходится делать вот такие вот укрытия, потому что рядом лес, и птицы сжирают всё. Проклятые дрозды, как бы я с ними ни боролся, это бесполезно. Три куста накрыл, и не хватило сетки. Уехал на два дня, чтобы купить сетку, приехал, вот колышки вбил, сетки не было. За меня уже всё, урожай собрали. Поэтому осталось только три куста, которые я вам покажу, именно на примере, какие ягоды получились. Остальное, к сожалению, снять не получится. Сейчас быстренько сниму укрытие, и всё вам покажу и расскажу. Поехали. Ну вот первый сорт, фиалка. Вырастает куст шаровидной формы, метр тридцать, полтора метра в высоту. Ягоды. Такие вот кувшинчики. Вот уже созрело. Ну, примерно по два сантиметра будет. По вкусу такая кисло-сладкая, но из всех сортов самый, больше всего с кислинкой. Не горчит. Созревание у него неравномерное. Вот смотрите, практически весь куст вот уже висит созревший, но есть ещё очень количество достаточное незрелых. Вот, казалось бы, да, всё висит уже. Смотрите, какие. В виде таких вот кувшинчиков. А, руки потом не отмышь. Ну, вкусная ягода с оригинальным вкусом. Таким ярким оттенком, ароматом. Морозостойкий сорт. Минус тридцать пять легко переносит. Так что можно сажать, в принципе, в любом регионе. Плодоношение начинает на третий-четвёртый год после посадки. И плодоношение у него, вот он самый поздний у меня, то есть это конец июня в наших широтах. У меня сад в Тверской области, чтобы вы понимали. К болезням и вредителям. Иммунитет высокий. Пару раз за сезон я обрабатываю от того и от того. Полив стандартный. А пылитель? Морена сорт. Сортов есть несколько. Из того, что у меня сидит, это Морена. Переходим к следующему сорту. Следующая жимолость. Морена. Сорт высокорослый. Вот он самый высокий уже вымахал. 150-170 сантиметров вырастает. Куст в диаметре примерно такой же. Вот расстояние учитывайте, когда сажаете. Что кусты всё-таки разрастаются рано или поздно. Ягода. Тоже крупная. Висят. Вот отрываются даже очень тяжело. Висят до последнего. Тоже 2 сантиметра есть. Даже больше, наверное. Потолще немножко такой бочоночек. Тоже в виде кувшинки. Но обладает самым оригинальным вкусом. Вот из всех жимолости, которые у меня есть. Сладкая. Ну, так не передашь. В общем, надо пробовать. Но все, кто приходили в мой сад, говорят, что это самое вкусное после дегустации. Сорт тоже морозостойкий. К болезням, к вредителям хороший иммунитет. Созревает. Плодоношение начинается примерно на тоже третий год. Созревание. Конец июня у нас. Относительно своих размеров. Плодоносит он не так обильно, как более мелкие кусты. Но, в принципе, ягод достаточно в количестве. То есть, если посмотреть, вот сюда заглянуть в крону, ягод очень много. Плодоносит он достаточно дружно. Иногда отстает. Но, в принципе, вот в этом году я особо не вижу отстающих. Опять же, бывает солнечная, теневая сторона. Опыляется. То же самое. Понятное дело, фиалкой. И многими другими сортами. Эта вся информация есть в интернете. Посмотрите. Ну вот, я подбирал, собственно говоря, попылинию. Следующий сорт. Синяя птица. У меня их два куста. Один птички съели благополучно. Один остался. Куст с самой морозостойки до минус 45. То есть, можно сажать вообще в любом регионе нашей страны. Но очень требовательен к воде. Засуху категорически не переносит. То есть, раз в неделю ведерко туда надо подливать. Ягода тоже такая вот в виде. Какие-то в виде ветяна, какие-то в виде кувшинчиков. Достаточно крупная. До 3 сантиметров у меня она вырастает. Хотя по сортовой принадлежности там 2 максимум. Но вот смотрите, какие вот здесь плоды. Висит тоже. Не осыпается. Вот нужно приложить усилие. Вкус. Кисло-сладкий. Но больше в сторону сладости. Отдает. Дружно цветет. Дружно плодоносит. Нет у меня тут отстающих никогда. Иммунитет к болезням и вредителям тоже очень высокий. Куст сам по себе метр двадцать, метр сорок вырастает. Вот он у меня почему-то сначала был такой компактный, но начал рассыпаться с возрастом. Ну, в принципе, ничего в этом плохого нет. Единственное, что вот нижние ветки, они прямо к земле, под плодами начинают гнуться. В отличие вот от других кустов, которые более вертикальные. Это что касается сортов, на которых ягоды у меня остались. Теперь расскажу, но не покажу ягоду на еще оставшихся сортах. Поехали. Следующий сорт Нижегородская Ранняя. Ну, судя из названия, понятно, что это самый ранний сорт. У меня в саду, по крайней мере, вот это середина июня. Уже ягоды созревшие. То есть остальные отстают на две-три недели от него. Вырастает до метра семидесяти в высоту. Ну, и, соответственно, в ширину тоже достаточно будет раскидистый. Ягода некрупная, среднего размера, полтора-два сантиметра. Бывает до двух сантиметров, но в среднем полтора. Вкус кисло-сладкий. Больше в сторону сладости. Тоже очень вкусная ягода. Морозостойкость высокая. К болезням, к вредителям тоже очень высокая. Единственная особенность. Ягоды осыпаются. То есть вот она ранняя, созрела и вся на землю. Что можно сделать? Белую ткань стелите под куст. И, соответственно, осыпавшись ягоду можно собирать. Ну, естественно, надо каждый день просто находиться в саду. Если такой возможности нет, то этот сорт такой достаточно хлопотный. Он быстро осыпается и съедается всеми, кому не лень. Его тоже вот у меня, к сожалению, съели. Поэтому показать не могу. Считается идеальной жимолостью для средней полосы. Но, повторюсь, морозостойкость тоже до минус 35. Поэтому у меня ни один куст, в принципе, не подмерзал. Хотя были зимы, до 35-38 доходил у нас здесь. Ну и последний у меня есть куст. Но, к сожалению, о нем рассказать я ничего не могу. Потому что не знаю, что это за сорт. Посадил я его три года назад. Просто по случаю купил в питомнике. Хотел подсадить шестой куст. Не помню, хоть убейте, нет накладной. И не было на нем бирки. Какой это сорт. Но в этом году первый раз были ягоды. Ягоды до 4-5 сантиметров. Я такого в жизни не видел. А просто огромные. Их было немного. Но их, к сожалению, показать я тоже не могу. Потому что птички их благополучно съели. Ну, в общем-то, вот весь обзор о моих сортах. Если будет интересно рассказать именно о ведении жимолости, как ее сажать, как за ней ухаживать, то я сниму отдельный ролик. На этом все. Любите свой сад. И он обязательно ответит вам взаимностью. Пока.